Всем привет, и сегодня я хочу рассмотреть с вами очень красивую партию, где в конце мы делаем сильную жертву ферзя и ставим мат. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что во время этой партии мы можем сами научиться, как правильно атаковать соперника. Итак, мы играем за черных, белые начали партию ходом Е4, мы играем Е5. Конь Ф3, конь С6, белые сыграли слон С4. Итальянская партия, мы играем конь Ф6. Дебют двух коней, и одновременно нападаем на пешку на Е4. Белые сыграли 2-0, делают рокировку. Ну и в этой позиции забирать конь Е4 плохо. Да, мы видим то, что пешка просто без защиты, забираем. Но на самом деле она под защитой, потому что белые делают очень хитрый и сильный ход. Ладья Е1, они нападают на нашего коня, и одновременно своей ладьей и конем смотрят на нашу пешку на Е5. И также ладья рентгеном смотрит на нашего нерокированного короля. Из-за этого в этой позиции черные решили не жадничать, а просто сыграли Д6. Они одновременно подкрепляют свою пешку на Е5, и хотят сыграть слон Ж4 с целью того, чтобы связать коня на Ф3. Белые из-за этого сыграли Х3, чтобы мы не смогли сыграть слон Ж4. И мы играем Х5. Мы видим то, что черные не хотят делать ракировку, они прямо хотят побыстрее поставить мат и атаковать соперника. Из-за этого они сыграли Х5, сейчас будут давить по линии Х. Белые просто сыграли Д3. Они тоже хотят сыграть слон Ж5 с целью того, чтобы связать нашего коня. И в этой позиции мы делаем такую вот жертву, слон Ж4. С слон Ж4 мы связываем коня на Ф3. Ну и мы хотим, чтобы белая пешка забрала нас. Она в этой партии забирает, но даже если она не заберет, остается вот такая вот страшная связка, потому что мы играем конь Д4 и просто связываем коня. Из-за этого белые просто решили забрать АЖ. Мы тоже забираем АЖ, нападаем на коня и одновременно захватываем линию АЖ. Из-за этого белые сыграли конь Х2, чтобы не дать нам этого сделать, мы играем конь Х5. Вводим вперед свои фигуры. Видим то, что конь стоял на Ф6, он просто ничего не делал, и теперь вводим их все вперед. Играем конь Ф6 и одновременно освобождаем поле для нашего ферзя, чтобы мы смогли сыграть ферзя Х4. Далее белые забрали конь Ж4. Они могли бы лучше забрать ферзь Ж4, чтобы одновременно отнять у нас поле Х4, куда мы хотели поставить ферзя. Это во-первых. И во-вторых, вот так вот, то есть если они забирают конем, то у них только конь защищает короля. А у нас конь, ладья и ферзь, то есть три фигуры против одной. А так он мог бы сыграть ферзь Ж4, у него конь и ферзь могли бы защитить короля. Но после конь Ж5 белый делал такую вот ошибку, конь Ж4 играет, и мы играем ферзь Ж4. Хотим уже поскорее поставить мат, и видим то, что ладья и ферзь поскорее готовятся сделать мат. Там уже грязит конь Ж3, конь Ф4, какие-то ходы с дальнейшим матом. Белый уже играет ферзь Ж3 с целью того, чтобы сыграть ферзь Ж3, чтобы поскорее заменять ферзей. Но это уже поздно. Дело в том, что, дорогие друзья, в этой позиции вы можете поставить видео на паузу и найти красивый мат в три хода. Ну что ж, дорогие друзья, это легкий мат. Надеюсь, вы нашли его. Это мат. Ходом ферзь Ж1 шаг. Король забирает. Мы играем конь Ж3, шаг с двух сторон. То есть, если защититься конем от ладьи, то дает шаг конь. Если забрать коня, то дает шаг ладья. И за это приходится выступать королем на Ж1. Мы играем ладья Ж1. Это шаг и мат. Вот так вот, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась эта партия. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует.